В середине мая во Владивостоке начались гидравлические испытания. Закончатся они 11 июня. Мы спросили жителей города, знают ли они, что это такое и как к этому относятся. Я знаю, что гидравлические испытания – это опрессовка системы горячей воды, которая проводится ежегодно. В общей сложности я не знаю, что это такое, но фраза очень знакомая. Да, я знаю, что такое гидравлические испытания. Это испытания, которые нужно проводить ежегодно для проверки труб на прочность и для безопасности жителей. Я не знаю, что такое гидравлические испытания. Про гидравлические испытания знаю очень мало, только то, что это причина ежегодного отключения горячей воды. Я не знаю конкретно, что это, но я думаю, что это связано что-то с трубами. Мнения людей касаемо необходимости и пользы этих испытаний разнятся. Для кого-то это необходимый процесс только во благо жизни людей, а кто-то считает, что это приносит больше неудобств и дискомфорта. Не хотелось бы, чтобы это продолжалось и чтобы все это делалось пооперативней, потому что очень долго жители сидят без горячей воды. Мне кажется, что гидравлические испытания – это нужная вещь, потому что, скорее всего, после зимы происходит некий износ, и, наверное, это важно. Это необходимость, и без них совсем обойтись нельзя, но очень напрягает то, что каждый раз сроки довольно-таки разнятся. Несомненно, гидравлические испытания – это очень полезно, это поддерживает систему вознабжения города в рабочем состоянии. Я думаю, что это помогает качеству водоснабжения у нас в городе. После социального опроса мы поняли, что большинство жителей Владивостока не знают, что такое гидравлические испытания и с чем связаны отключения горячей воды в послеотопительный сезон. Ответы нашли у заместителя директора по теплоснабжению структурного подразделения «Приморские тепловые сети» Василия Гордиенко. Василий, расскажите, пожалуйста, что такое гидравлические испытания простым языком, чтобы было у людей понимание, что это. Для чего это? Гидравлические испытания – это необходимость, это урегулировано законодательством, проводится по всей России, во всех городах. Заключается в следующем. После окончания отопительного периода испытывается трасса на прочность, повышается давление от рабочего, чуть выше давление для того, чтобы выявить слабые участки. Для того, чтобы в следующий отопительный сезон войти уже с целой системой теплоснабжения, без повреждений, без каких-то слабых участков, для этого проводятся гидравлические испытания. Делится на этапы не весь город одновременно, а делится по этапам по теплоисточникам. Проводится сначала одна трасса, вторая, третья, и все по очереди трассы проводятся, испытываются на прочность. После проведения этих испытаний приступаем к ремонтам поврежденных участков сети. Это абсолютно необходимо для того, чтобы зимой не заниматься ремонтами, а просто эксплуатировать нормальную тепловую сеть. Однако не все районы города получат горячую воду 11 июня. Многие будут ждать еще месяц, а другие – вообще до конца лета. Помимо испытаний проводится еще перекладка теплотрассы, ремонтные работы, а также ремонтные работы на теплоисточников. Так, например, большой район города, это район ТЭЦ-2, который получает теплоснабжение ТЭЦ-2, не будет получать горячую воду в связи с реконструкцией станции. То есть на станции проводятся работы, которые не позволяют сеть выдать воду горячую. Также есть у нас на Восточной еще вынужденная перекладка, где тоже один из районов, который получает тепло от Восточной станции, тоже не будет получать до 15 июля горячую воду. На какое вообще время по регламенту во время гидравлических испытаний можно выключать горячую воду? Гидравлические испытания как раз-таки и сделаны для того, чтобы выявить слабые участки, на которых будет выявлено повреждение. То есть давление повышается от рабочего, выше дается, и слабые участки повреждаются. И гидравлические испытания, после проведения гидравлических испытаний, происходит ремонтная работа, то есть устранение этих повреждений. Может быть, конечно, какие-то сроки будут затянуты для того, чтобы устранить, если будут серьезные повреждения. Но мы стараемся все-таки в неделю вписаться. Вообще есть график этих испытаний, график ремонтных работ, который утвержден с администрацией согласованной. И в эти рамки мы всегда вписываемся. Этот процесс важен как минимум, потому что такие проверки гарантируют зиму без аварий на тепловых сетях. Одно дело получить повреждения в летний период, когда нет отопления. А другое дело, когда в морозы получить повреждения сети, которая была неиспытана. И уже совсем по-другому будет устраняться эта проблема. И будет дом расхолаживаться. И чтобы этого не допустить, обязательно летом необходимо проводить эти испытания. Это очень важно. Жителям Владивостока остается только ждать, пока закончится гидравлика и ремонт аварий на сетях, и вернется горячая вода в дома. А также верить, что эти неудобства стоят того, чтобы зимой всегда сохранялось тепло. Вероника Федорцева. Новости на Восьмом.